Всем привет! С вами Хайтек Томас и сегодня у нас на обзоре робот-пылесос от фирмы Xiaomi. Xiaomi Mijic G1. Он с функцией влажной уборки. Ну и давайте сразу к внешнему виду. Ну в принципе он ничем не отличается от всех остальных пылесосов фирмы Xiaomi. И мы сразу видим, что нет здесь ни лидара, нет камеры и вообще из датчиков у нас здесь только инфракрасные датчики. И это нам говорит о его годостаточной бюджетности. То есть его огромный плюс, что у него есть функция влажной уборки. Ну и конечно же цена. Купил я ее что-то там в районе 9-10 тысяч рублей. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну давайте сразу к делу. Давайте с зарядной станции. Начнем с зарядной станции. У нас вот такая вот простенькая. Два контакта у нас вот здесь внизу. Здесь также мы можем спрятать наш лишний провод, замотать его, чтобы он нам не мешал. И конечно же у нас китайская вилка. И у нас в комплекте и приходит, да, вот такой вот переходник. И мне очень жаль, потому что у меня, например, я сделал специальную розетку для робот-пылесоса. У меня другой. Ссылка есть в описании. Вакуум-клинира 1С у меня. Вот. И вот это, вот это вообще ужас, конечно, который стоит у вас внизу. Достаточно много места так занимает, выпирает из стены. Ну, не знаю, не могут они сделать. Мощность всасывания 2200 паскаль. Аккумулятор здесь на 2500 мАч. Уровень шума 65 дБ. Весит он 2,8 кг. Ну и, как я уже сказал, датчики у нас инфракрасные. И да, конечно же, здесь есть противоударный бампер. То есть он будет, я так думаю, часто, не думаю, а уверен, будет часто врезаться в разные у нас места. Мы видим две кнопки. Это кнопка включения и возврат на базу. Открываем отсек. Здесь мы видим, сразу нас встречает танк с водой. Танк с водой у нас идет на 200 мл. А вот пылесборник целых на 600. Отсоединяется он легко и просто. Вытряхнули и обратно вставили. Танк водой у нас заливается вот через это отверстие. Здесь такая-то резиночка. Залили ее. И вставили обратно. Здесь также индикация Wi-Fi. Давайте перевернем. Здесь что-то будет поинтереснее. Здесь мы видим из плюсов, это то, что у нас две щетки. Как обычно, у нас турбощетка по центру. Легко достается, чистится. Ничего необычного. Ну и, конечно же, два ведущих колеса, которые имеют вот такой вход, чтобы залазить в какие-то небольшие пореврики. Также мы видим здесь датчики падения инфракрасные. То есть он у вас не упадет, если будет, допустим, убираться на втором этаже. То есть это ему не страшно. В комплекте у нас идет вот такая вот тряпочка и вот такой вот, так скажем, аксессуар. Тряпочка очень интересная. Она уже немножко серенькая. Потому что, естественно, я пылесос уже запускал, тестировал его. Так, сейчас, секунду. Запустить, одеть тряпочку можно только с одной стороны. Вот так мы это сейчас сделаем легко. И просто на липучке. Все, тряпочка у нас одета. Кстати, перед тем, как убираться, если вам не лень, имеет смысл увлажнить тряпку равномерно. Чтобы вот когда будут через эти отверстия поступать туда вода, она не шла у вас полосками сначала. То есть пройдет время, пока она у вас тебя намокнет, и он действительно начнет убирать вот по всей этой площади. Когда первый раз я запустил, я это не сделал. И я заметил, что вот влажные полоски, в какой-то момент я его первым посмотрел, вот только вот не во всех местах, в общем. Ладно, одевается так же у нас здесь все просто и легко. Все, одели. Как только мы одеваем, все, он у вас сразу переходит в режим влажной уборки. То есть сначала он идет у вас, пылесосит, и затем тут же он увлажняет пол. Конечно же, ни о какой, ни о каком, точнее, мытье полов здесь вообще и речи нет. И поймите и вы. То есть робот-пылесосы не помоют вам пол. Они могут вам поддерживать его в чистоте, чтобы не было пыли, чтобы была какая-то свежесть в комнате. И это действительно важно, и это нужно. Но прям мыть пол, конечно же, ни один робот-пылесос, в общем-то, не сможет. Ну, тем более за такие деньги. Ну, а давайте теперь запустим его, посмотрим вообще, как он будет убираться без лидара и без камеры. Ну, давайте же начнем уборку. Запустим его прям вот так. Закрой дверь, чтобы он просто брался в этой большой комнате и все. Ну, вот, кстати, о чем я и говорил. Смотрите, тряпочка у нас смочена. Вот я не знаю, видно это ли на камере. А, вот, вот так видно, да? То есть, видите, он сразу по всей этой, уже пошла влажная уборка. Этого не было бы, если бы она была бы сухая. То есть, пока она там... Ограничителей, то есть, мы не можем выбрать у него зону уборки. Приложение, я имею в виду. Вот он будет убираться везде, где он попадет. Кстати, сейчас я базу поставил вот здесь. До этого она у меня оставила в другой комнате. Я его запускал оттуда. И он, конечно, сейчас, возможно, немножко с ума сходит. Хотя, с другой стороны, у него только ведь датчики инфракрасные. Он, возможно, даже этого и не заметит. То есть, он знает, где базу, грубо говоря. Но он сейчас, в любом случае, будет немножко потупливать, я думаю. Из-за того, что его запустили не с той комнаты, да? Потому что история уборок у него есть. То есть, он запоминает и строит карту. И сейчас я ему, конечно, карту тут уже поставил-то другую. Да, вот видите, влажность. Прям рукой чувствуется. Так, давайте-ка, пока он убирается, посмотрим на приложение. Такое вот у нас приложение получается. Вот он убрал уже нам, как минимум, 2 квадратных метра, 3 минуты. Аккумулятор у нас 43%. Да, аккумулятор у нас немного. Что мы здесь можем? Ну, здесь, в общем-то, стандартный набор. То есть, мы можем выбрать мощность. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, чуть-чуть пошумнее стал. Так, оставим, давайте. Хотя нет, давайте сделаем так. Чтобы не слишком шумно было. И также можем выбрать количество воды. То есть, сколько он будет тратить. Давайте максимум. Поставим. Пускай максимум тратить. Прям вообще хорошо прям моет. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Плановая уборка. Ну, это когда ему там убираться. Участки. А, ну, это управление. Это самим можно управлять. То есть, джойстик. Так, назад. История уборок есть. Ну, вот вся история уборок. Кстати, вот, давайте посмотрим. История уборок. 77 квадратных, 56. Ну, это, видать, я двери куда-то закрывал. Ну, вот, 77 квадратных метров. Он, получается, убрал за 101 минуту. Отгрузить? Отгрузить? Нет. Да, ну, карту, конечно, непонятно здесь строит. Без этим толком не разбирался. Так, 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 так. Опачев площадь, время. Так, все здесь понятно. Так, голосовые настройки. Ну, здесь у нас русского, конечно же, нету. И, как мне кажется, его, возможно, и не будет. Статистика расходов материалов, как обычно. Отличное местоположение, имя. Ну, в общем, ничего больше интересного здесь нет. Вот в чем отличается то, что вот он не, он не, у него мало датчиков, у него нету. Он себя гораздо хуже в пространстве ориентирую, согласно, там, комнатам. Он иногда бывает так, то есть он тут здесь убирается. База у него стоит в совершенно другой комнате, в самой дальней. Он ее не сразу найдет, он сначала потыркается, потыркается, потыркается. В конце концов, он, конечно, до нее доезжает, доходит. То есть не было такого, что ее убрал и тащил. Так, ну и давайте я расскажу и объясню, кому же он нужен по нашей традиции. Смотрите, живя в квартире, больше где двух комнат, я его не рекомендую, потому что все же он начинает затупливать и теряться пространстве. Непонятные движения все-таки у него становятся. То есть нелогичные в плане уборки, нелогичная последовательность уборки. Большой дом, первый этаж. У первого этажа, как правило, сейчас у всех большая комната и там коридор. То есть мало помещений отдельных. Он будет вообще, ну, расправляться. Берите, не пожалеете. Например, дом. Дом двухэтажный. Накладно достаточно покупать два пылесоса там за 18-20 тысяч рублей. Вы можете на второй этаж купить себе, потому что там комната, как правило, там пылесос за 18-20 тысяч рублей. То же самое 1С, с которого есть видар, камера, он там замечательно будет справляться. А на первый этаж купить его. Во-первых, на первом этаже он, опять-таки, влажную уборку будет вам постоянно делать. И это будет не так сильно бить по бюджету, покупая два пылесоса там за 18-20 тысяч рублей. И если у вас, например, квартира, где там однокомнатная одна квартира, или у вас там студия, то есть где есть максимально одно там или два максимума больших пространства, тогда он тоже будет. Но если, как я уже сказал, больше двух комнат, и они там, не знаю, расположены не по прямой буквы Г или еще как-то. Ну, не знаю, я бы его себе не взял, потому что все-таки, ну, тупит он, затупливает. А вот для своего дома это прям вообще класс, супер. Там уж действительно у меня вот есть товарищ, который говорил, блин, а что мне, два пылесоса надо покупать, у меня два этажа. И вот выход. Этот за 10, и тот за 18. И вот, пожалуйста, забывайте про уборку. Ну, я думаю, задавайте в комментариях свои вопросы на него, пока он будет у меня. Я отвечу, покажу, расскажу, возможно, сниму сравнительный обзор на двух робот-пылесосов, то есть G1 и G1S. Пишите в комментарии, если это вам нужно. Ну и просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Хайтак Томас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok